Приветствую всех на канале SmartBox. Сегодня у меня снова очередная распаковка посылок с электронными компонентами и модулями из Китая. На столе у меня лежит 6 посылок. Давайте начну их потихоньку открывать и смотреть, что же прислали. В первой посылке у нас находился комплект вот таких вот модулей. Это модули NRF24L01+. Данные модули работают на частоте 2,4 ГГц, поддерживают 127 каналов связи. Стоимость данного модуля вместе с антенной меньше 2 долларов. Данный модуль легко может передавать радиосигнал на расстояние до одного километра, в принципе даже и больше. На основе данных радиомодулей можно легко организовывать сети. В одной системе может быть подключено до 6 радиомодулей. Скорость передачи данных может достигать до 1 мегабита в секунду. Она настраиваемая. Объем одного передаваемого пакета составляет 32 байта. Радиомодули поддерживают обратную связь, то есть при запросе с одного радиомодуля на другой радиомодуль может что-то прислать в ответ первому. Давайте открывать следующую посылку. В этой посылке находился вот такой букет GST разъемов двух пиновых. Разъемы с проводом длиной 15 сантиметров. Взял я их так, для кучи, чтобы были. Стоимость порядка 60-70 рублей. В хозяйстве они всегда пригодятся. Давайте открывать следующую посылку. Это у нас микроволновый датчик движения. Называется WB3DF12. Работает на частоте около 3 ГГц. Данный датчик движения может работать на расстоянии до 7 метров. Способен работать от напряжения от 3,3 до 20 вольт. Очень маленький, компактный. Собран на SMD компонентах в диаметре примерно около 2 сантиметров. На самом деле очень интересный модуль и я обязательно сделаю с ним видео. Ладно, едем дальше. Давайте откроем следующую посылочку. В этой посылке у нас находились два однофазных твердотельных реле. Данные твердотельные реле работают с переменным током от 24 до 380 вольт и управляются постоянным током от 3 до 32 вольт. Эти реле рассчитаны на нагрузку до 25 ампер. Эти релюшки уже идут с защитной крышкой. Именно поэтому я их купил у этого продавца. Данный твердотельный реле имеет отличные характеристики. Достаточно выгоднее смотрится на фоне обычных реле. Имеет неоспоримые плюсы этой бесшумности и отсутствия залипаний. Очень полезная штучка в хозяйстве. Я их заказал целую кучу. И это вот первые, которые пришли. Ладно, едем дальше. Открываем следующую посылку. В этой посылке оказалась целая куча электронных компонентов. Давайте разбираться. Это у нас тактовые кнопки должны быть. Да, это у нас набор тактовых кнопок. Таких совсем миниатюрных. Высотой 5 мм. Полезная вещь всегда должна быть под рукой. Давайте смотреть дальше. Дальше у нас идут вот такие пара пакетиков с шестигранными стойками для печатных плат. На сайте было написано, что вроде бы они медные. В этом я, конечно, немного сомневаюсь. Но всё может быть. Стойки высотой 1 см. Давайте накрутим. Посмотрим, как у них резьба. Вот такой вот наборчик. Тоже всегда должен быть под рукой. Далее у нас идут пару пакетиков с клеммными колодками. Это клеммные колодки с винтовыми зажимами для установки на печатные платы. Эти у нас трёхконтактные. Это у нас двухконтактные клеммные колодки. Шаг и у тех, у этих 5,08 мм. Калодки сделаны из хорошего огнеупорного пластика. Честно говоря, при заказе не обратил внимания на количество. Думал, их будет больше. Надо будет ещё заказать. Далее у нас идёт пакетик опять с тактовыми кнопками. Но это тактовые кнопки несколько другие. Они немного больше. И у них встроен светодиод. Давайте идём дальше. Далее у нас пакетик с держателем для батареек. Держателем с горизонтальным расположением на печатной плате. Это держатель для батареек SR2025 и SR2032. И последним у нас идёт пакетик с контактными коннекторами. Сорокопиновыми. Вот такие вот интересные коннекторы. Разноцветные пластмассы. В этом нет никакого скрытого смысла. Просто заказал, чтобы было веселее паять. Шаг у этих коннекторов 2,54 мм. Вот такой вот замечательный весёленький наборчик. Так, с этой посылкой разобрались. И давайте перейдём к последней на сегодня посылке. В последней посылке находился вот такой вот интересный модуль. Это модуль твердотельного реле. Модуль восьмиканальный. На модуле, я смотрю, не очень удачно распаяны клеммные колодки. Но, в принципе, цена у этого модуля была интересной. И поэтому это можно пережить. Таких модулей я заказывал 4 штуки у разных продавцов. Но это вот первый, который пришёл. Пайка, в принципе, выполнена очень хорошо. Плата вся чистенькая. Обязательно сделаю видео с одним из таких модулей. Возможно, даже именно с этим. Посмотрим, как он работает. Как ведёт себя под нагрузкой. Вот такая вот распаковка. Целая куча электронных компонентов и модулей получилась сегодня на моём канале. Ссылка на все эти товары будет в описании под видео. Ну, а всем, кому это видео понравилось, не забываем ставить лайки. Подписываемся на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok